всем привет 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 а это снова я и мои бусинки бусинки бусики которые приготовила для переделок недавно у нас на рынке я купила вот такой симпатичный кулон он такой знаете я даже не знаю я даже не знаю как правильно сказать в общем понятное дело что это перламутр но он такой темный и с такими видео кстати не передает с такими красно-зелеными очень красивыми переливами что он очень 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 сильно похож на гелиотис хотя в принципе это конечно перламутр в общем кулон так очень массивный нам вот видно даже больше чем моя ладонь и потом я покупала у нас здесь на рынке вот такие гематитовые бусики это коротенький чокер я как раз ношу такой длины бусы но так как я буду убирать вот эти вот бусины белая прозрачная они тут не совершенно ни к чему потому что я хочу совместить я подобрала некоторые материалы вот это тоже перламутр я подобрала две таких более менее одинаковых бусинки немножко треугольных вот они вот такие так и еще кое-какие бусины значит это тоже гематит но он такой цвета мистик топаз 8 тоже похож на гематит есть еще пару таких бусин посмотрим но таких бусин у меня всего-навсего вот их четыре штучки и они не все одинакового диаметра то есть одна поменьше вот она остальные побольше в общем такое дальше вот такие зеленые бусинки 2 на 3 миллиметра и вот такие бусинки красноватые они такие темно-темно бордовые тоже таки aurora borealis ну в смысле как это мы сейчас называем бензиновое покрытие да ну вот и вот такие малюсенькие бусинки они очень симпатичные они такие они чуть-чуть прозрачные такие синие зелененького отлива ну в общем не знаю я хочу совместить эти бусы что из этого я буду использовать я еще не знаю но фурнитуру скорее всего никакие проставки из металла я использовать не буду у меня предостаточно есть обычных бусин для того чтобы сделать проставку но кстати использовать буду тросик толстый такой от бус которая я распустила вот такой толстый-толстый тросик потому что я хочу чтобы чтобы эти бусы имели имели форму знаете не провисали а так лежали вокруг шеи свободненько и ровненько попробую нанизать на этот тросик интересно что из этого выйдет здесь их три штуки ну я не знаю наверное буду средний использовать в общем посмотрю ну в общем вот такой у меня нехитрый набор материалов но надеюсь получится что-нибудь интересное в любом случае я с вами результатом поделюсь ну и вот еще одни бусики которые бы я хотела переделать вот кое-что я тут отобрала для них знаете я купила эти бусы исключительно для материала но сейчас они мне так понравились я бы хотела их оставить в принципе такими же но единственное ой мамочки что-то я тут рассыпала все единственное мне не очень вернее мне очень не нравится вот то что они нанизаны через узелок на ленточку из органзы в общем хочу я эту ленточку срезать убрать эти узелочки а вместо узелочков поставить вот у меня есть такие бусинки единственное вот эти бусинки такие серо-розовые очень красивые просто 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 супер супер а вот эти просто такие серенькие и они тоже чуть-чуть жалко не видно на камеру но это aurora borealis ну такой бензиновый отлив на них такой же в принципе практически здесь не бензиновые здесь они просто такие посеребренные ну в общем хочется мне очень такой коротенький чокер я люблю короткие бусы очень люблю ношу их чаще всех гораздо чаще чем длинные вот ну в общем пойду-ка я их разрежу ну и результатом тоже поделюсь всем привет 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 вот мои совершенно такие небольшие доделочки переделочки готовы я очень-очень довольна этим переделочкам в общем начнем с этих бус в общем для этих бус на я сделала в общем говорю так для этих бус в общем для этого кулона он такой очень крупный акцентный и я для него сделал вот такую цепочку на основе или цепочку вот на основе тех бус которые у меня были куплены бусы чокер были вот их чуть-чуть буквально они удлинились но не потому что мне нужны были более длинное просто ну просто так я не люблю оставлять одну-две бусины поэтому вот как бы я уже так решила думаю там где-то две-три бусины большой погоды не делают пусть будет так в общем я собрала вот такую цепочку на основе тех бус что я для этого сделала я отобрала все вот такие бусинки которые такие вот они такой формы да как цилиндрик коротенький такой ну я не знаю как назвать а еще у меня был браслет тоже гематитовый но он такой типа мистик топаз ну такой бензиновый но вот я что-то уже из него использовала какие-то бусины какие-то остались какие-то потерялись когда он на мне когда он на мне порвался я жертва рекламы да как бы этот браслет все так рекламировали для похудения я же естественно себе его купила но понятное дело польза от него было ровно нуль но я его героически носила пару месяцев он на резинке на вот а в условиях сарагоса и конечно же это резинка очень 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 быстро вся раз ну как это размахрилась раз рассохлась и и лопнула вот но в общем-то бусинки которые смогла собрала вот они у меня лежали очень очень долгое время и я в общем-то в этот раз их вот так вот решила применить вот повезло мне было несколько вот таких дисков вот я их поставила вот в таком порядке и было две бусины побольше и две бусинки поменьше вот оно тут как смотря каким боком ляжет таким цветом будет светиться здесь вот такой бейлик на этом господи на этом кулоне я под него поставила одну маленькую бусинку ну она тоже такая я здесь их не использовала нигде а даже этих бусинки было нет это бусинка чуть-чуть другого типа другое другое гранение на ней она другого по-другому огранина неважно в общем я поставил это на маленькую бусинку она такая тоже красивая в общем если вылезет то ее будет видно она не будет сильно отличаться от этих бусин ну в общем вот такой получился у меня кулон с цепочкой здесь я поставила бы такую прям игривую штучку но эта штучка стояла на этом замочке одна бусина оставалась я решила ну как же я ее не использую в общем есть и вторые бусы а да вот такую бусинку я ставила вот сюда под под этот ну вот под господи под бэйл ну вот такая вот одна из бусин короче в общем эти бусы были собраны на ленточку органзы через узелок но я их решила немножко оккультурить я ничего сюда не добавляла вместо узелков я сюда добавила вот такие бусинки они тоже серого цвета серого стеклышка и они таким вот отливают аврора бареалис короче очень мне понравилось замочек здесь такой же точно сюда хотела поставить бусинку но забыла а потом когда вспомнила у меня уже инструментов рядом не было в общем потом как-нибудь поставлю в общем бусиками я их практически не переделывала в общем они какие были такие остались но просто нормальные бусы но когда я их надела на свой манекен я ж когда делаю бусы вот я сделала пару бус да ну и так чтобы они не валялись их так хоп на манекен надела эти были первые а потом вот эти были вторые я вот надела вот эти бусы на свою матильду а потом вот эти бусы закончила и тоже их надела на свою матильду и что я увидела я увидела они так прекрасно смотрятся вдвоем и я решила что эти бусы у меня тоже будут подружки то есть их можно носить по отдельности а если а если на захочется то можно надеть и вместе и кстати вот что интересно вот если надеваешь вот эти бусы отдельно они подходят ко всему и платью к вечернему кстати подойдут и подворотничок рубашки белой и кстати черное тоже будет неплохо и кстати купальник очень хорошо подходит какому-то такому летнему сарафану когда их надеваешь вот так вот вдвоем рядышком они становятся такими такими вечерними вечерними такими нарядными нарядными очень для меня это было открытие то есть я даже я даже предположить не могла что у меня получится вот именно именно подружки к одну то есть бусы которые можно носить вместе очень я этому делаю довольно очень красиво смотрится вместе а потом когда разъединяешь кажется уже чего-то не хватает вот и вот эти бусы мне тоже очень нравится хоть и не яркие но они такие знаете небольшие они не длинные вот и они не смотрятся вызывающе они смотрятся очень-очень даже прикольно в общем нравятся мне эти бусики очень в общем я так как бусы подружки хотела их назвать таким каким-то таким именем таким названием но чтобы было понятно что это подружки а а так как здесь у нас перламутр мне хотелось чего-нибудь такого морского и знаете как у меня название родилось морской узел ну как бы и и и море и вот так такая тесная сплоченность в общем морской узел вот у меня вот эти два украшения называются морской узел напишите права я или может быть вы мне предложите какое-нибудь другое название вот а я посмотрю может быть мне понравится я их перезову ну в общем в общем вот так я поработала и вот такая штуковина у меня получилась ну в общем на это заканчиваю очень вам благодарна за просмотры за комментарии которые надеюсь вы напишите за лайки и дизлайки которые надеюсь вы поставите и очень надеюсь что вы подпишитесь на мой канал подписаться это не страшно здесь ничего абсолютно от вас ничего не требуется это бесплатно это ни к чему не обязывает абсолютно кроме того в любой момент если вам что-то не понравится вы можете отписаться а еще хочу сказать что наконец-то на моем канале я открыла функцию которая называется супер спасибо то есть если вам понравилось видео вы можете сделать небольшой небольшую финансовую поддержку моему каналу идиноразово идиноразово и не навсегда хоть у меня открыто спонсорство вот но не знаю пока еще никто у меня не желание стать спонсором моего канала вот но в общем если вдруг захочется поддержать мой канал в можно единоразово сказать супер спасибо я буду вам очень 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 сильно признателен혀 ну всё желаю вас самого самого наилучшего и всем пока пока она Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...